Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнения иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на Алексея Миранчуке, который может перейти в итальянский футбольный клуб Аталанта. И недавно на сайте inoprosport.ru собрали самые интересные комментарии фанатов Аталанты касательно возможного трансфера. Ну а я сейчас зачитаю вам перевод мнений болельщиков из Бергамо касательно возможного переезда Алексея для нашего общего ознакомления. Давайте узнаем, что же они думают об этом потенциальном трансфере. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Зайони! Ух ты! Здорово! Теперь Милан обставляет с трансферами даже Аталанта. Вот это смешно! Но это намек на то, что есть слухи про возможный переход в Милан, Миранчука, а он в итоге вроде как переходит в Аталанту. Форца пицца! Мне кажется, в Аталанте у него все должно получиться хорошо. В некотором роде он напоминает Малиновского. Ну, потому что тоже футболист с постсоветского пространства, как и Малиновский. Вандер написал. Не понимаю, к чему платить 20 миллионов за игрока, у которого истекающий контракт, и через год он достанется бесплатно. Ну, а вдруг он подпишет новый контракт? Тогда все, давай, до свидания. Эврэс 111. Будучи болельщиком интро, могу сказать, просто невероятно, как быстро все меняется. Теперь Миранчук хочет перейти именно в Аталанту, а не в Милан. Позор для Рассанери. Ну, это подколка в адрес Милана. Роберфи. Миранчук кажется мне посильнее, чем Челхан Углу, поэтому Милану стоит за него зацепиться. Стив 63. Очень жаль, что он переходит в Аталанту, а не в Милан. По-настоящему хороший игрок с такую сумму. Он должен был перейти в Великий клуб Милан, а не в Бергамо. Но это, соответственно, комментарии уже от фанатов Милана. Тут не только болельщики Аталанта отметились, но и фанаты Рассанери. Япо. Если бы его контракт не истекал через год, за него, думаю, попросили бы все 40 миллионов, а так 20 адекватная цена. Интельтуале написал. Поедет из России, где чемпионат уже стартовал, и будет в хорошей форме. Это важный плюс. Также может понести много пользы в первых матчах чемпионата за счет своих стандартов. Отличный игрок. Михтри. Малиновский. Версия 2.0. Феликс Экзгегон написал. В следующем году они продадут его уже за 70 миллионов. Ну, это то есть Аталанта продаст за 70 миллионов. Кенестен. Хорошо помню его в поединках против Ювентуса. Классный игрок. Ио Соньо Виллер написал. Я не понимаю, если Аталанта его забирает, то почему не может Милан его выкупить? В чем проблема Рассанери? Джоах Эйс Меллан написал. Куда только не сватали этого футболиста. И да, это хороший игрок, но Милану он точно не нужен. Веландиско. Уже очень долго велись разговоры о том, что он окажется в Милане. И пропитанных энтузиазмом комментариев я что-то здесь не замечал. Болеечки утверждали, что это какой-то ноунейм. А теперь возникает Аталанта, и мы все быстро запели, что мы потеряли классного игрока. 20 миллионов за футболиста, у которого скоро заканчивается контракт, это слишком много. И если он действительно так силен, странно, что за право заполучить его в свои ряды не устраивается аукцион. Коммента Дефэсбук написал. Все очень просто. Он пойдет туда, где больше денег дадут. Только это сейчас важно для данного футболиста. Пусть даже это и будет команда ниже уровня, но деньги решают многое. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.